У нас с вами сегодня небольшой семинар, посвященный созданию RESTful сервиса на Spring, простейшего сервиса. Но для начала будет такое небольшое введение о том, что такое сервисы, что такое RESTful сервисы, что такое Spring. Но потом, используя Spring, можно как раз и RESTful сервис создать. Я вам покажу пример, как это делается в Eclipse. Для начала несколько слов о том, что такое сервисы вообще и что такое RESTful сервисы. Сервисы – это фактически наборы методов, которые можно вызывать удаленно. Что такое методы или функции, я думаю, вы все знаете. Обычно методы или функции, которые составляют нашу программу, они расположены у нас локально. То есть фактически являются частью нашей программы. Соответственно, вызов их идет тоже локально. Однако, когда речь заходит о распределенных приложениях, то есть приложениях, компоненты которых размещены на разных машинах, на разных серверах, возникает задача осуществлять, вернее, удаленные вызовы этих методов. То есть когда компонента, работающая физически на одной машине, хочет вызвать метод, компоненты, которая физически размещена на другой машине. Вот набор таких удаленных методов, которые можно удаленно вызывать, называется сервисами. Для того, чтобы обеспечить удаленный вызов метода сервиса, необходимо иметь в наличии некую инфраструктуру, которая обеспечивает передачу этого вызова с одной машины на другую. То есть та машина, которая осуществляет вызов, должна этот вызов определенным образом упаковать, то есть сервилизовать, например, параметры, указать, какой именно метод сервиса надо вызвать, установить соединение с удаленной машиной, где реально это все будет работать, отправить туда сервилизованные данные, то есть запрос сервилизованный в неком формате. Там эти данные будут десерилизованы, после чего непосредственно выполнится тот метод, который мы запрашивали, получится некий результат, этот результат опять должен быть сервилизован и отправлен обратно, где мы, то есть уже получив ответ, где сервилизуем его, и вот наш с вами результат. То есть на самом деле инфраструктура, которая обеспечивает удаленный вызов сервиса, метод, это называется RPC, общим словом, таки, Remote Procedure Code, удаленный вызов процедуры, вот эта инфраструктура, она может быть достаточно сложной и тяжелой. При этом в качестве транспортных протоколов, которые используются для передачи вызова и передачи ответа, а также в качестве формата данных могут использоваться совершенно разные вещи. То есть, например, протокол можно использовать, выбрать какой-нибудь протокол TCPIP, из стека TCPIP, а можно выбрать высокоуровневый протокол HTTP, который вообще-то изначально предназначался для общения с веб-серверами, но может быть использован и для общения с веб-сервисом. Такой сервис в этом случае называется веб-сервисом. В чем преимущество использования протокола HTTP? Преимущество в том, что с его помощью можно осуществлять такие удаленные вызовы через интернет. А поскольку HTTP, HTTP-шное соединение можно устанавливать и через интернет. При использовании других протоколов могут возникнуть сложности в этом случае. Что касается формата передачи данных, запроса, ответа, то тут тоже есть разные варианты. Можно выбрать какой-нибудь бинарный формат. Он может быть очень быстрым, но беда в том, что он будет привязан в этом случае к конкретной платформе. Например, если вы в Java будете сериализовать данные в двоичном виде, то десерилизовать их просто так. Дастся только опять же в Java, причем в той же версии. Это ограничивает вас в плане написания компонент на одном и том же языке. То есть вы должны будете все эти компоненты, которые хотят взаимодействовать друг с другом, писать на одном языке. Или на одной платформе. Это может быть не очень удобно. Особенно если сервисы разрабатываются сторонними организациями. Например, там сервис погоды. Сервис, который выдает нам погоду, он разрабатывается одной организацией, подрядчиком Метеобюро. А мы хотим этим сервисом воспользоваться. Вполне возможно, что подрядчики Метеобюро использовали одну технологию. Допустим, я не знаю, .NET или PHP. А мы используем другую, в Java. В этом случае нам форматы данных нужны, конечно, тоже кроссплатформенные. Из распространенных это XML. И более, скажем так, новый, хотя уже достаточно давно используется, это, конечно, JSON. В принципе, и тот, и другой вариант позволяет нам представлять данные в сложно структурированном виде. Но JSON, он почему сейчас популярен? Он компактнее XML. А компактнее, значит, быстрее будет отшляться передача данных. Это сейчас я говорил о обычных сервисах. Или их можно назвать веб-сервисами, в том смысле, что они используют протокол HTTP для транспортировки запроса и ответа в качестве транспорта. Но набор методов, которые образуют сервисы, он, вообще говоря, может быть любым. Но если у нас есть какой-то специфический сервис с собственным набором методов, то для него нужен и специфический клиент. То есть тот, кто пишет клиента, должен знать про те методы, как они называются, какие у них параметры и так далее. Но очень часто, очень часто с помощью сервисов предоставляют доступ к данным с помощью так называемых CRUT операций или Create, Update, Delete. Ну, еще Select. Это классические четыре операции работы с базами данных. Когда у нас есть какая-нибудь сущность, которая, например, в революционной базе хранится в виде таблицы, то четыре основные операции работы со строками в этой таблице – это операция Select на извлечение. Ну, обычно Select подразумевает либо извлечение некого подмножества элементов, подмножества строк, либо конкретной строки, например, по первичному ключу. Операция добавления новой строки Create, которая делается в SQL Insert. Операция Update – обновление существующей строки и операция Delete. Вот поскольку такой набор операций очень часто встречается в сервисах, то их можно попробовать реализовать единообразно. Каким образом? Раз мы договорились использовать в качестве транспортного протокола HTTP, то мы можем использовать команды самого протокола HTTP для кодирования этих операций. То есть нам не надо придумывать там именно методом, который эти операции реализует и так далее. У нас в протоколе HTTP есть несколько команд так называемых, и мы можем просто договориться, что эти команды будут кодировать определенные действия. Собственно, они их и кодируют по стандарту. Например, команда Get, она предназначена для получения информации с WebSphere. Соответственно, вот эту же команду Get, протокол HTTP, мы можем использовать просто для чтения некой информации с использованием нашего сервиса. Ну, обычно подразумевается, что будет два варианта, две реализации Get для извлечения некого подножества значений, подножества, например, объектов каких-то, и для извлечения конкретного объекта по некому идентификатору. И команды post, put, delete. Допустим, там post для добавления новых данных, put для модификации, delete для изменения. Ну, тут могут быть некие вариации, можно, например, ограничиться только, например, Getом и postом. Post будет одновременно и добавлять новые, и обновлять существующие. Обычно предпочтительные четыре вот эти команды используют. То есть мы кодируем действия, которые необходимо выполнить на сервисе, не каким-то специфичным образом, а командами транспортного протокола, в качестве которого в данном случае выступает как раз протокол HTTP. А в качестве адреса, по которому, то есть URI, идентификатора, по которому осуществляется запрос с помощью одной из этих команд, будет выступать как раз идентификатор, связанный с какой-то нашей сущностью. То есть, например, мы хотим, допустим, у нас на сервере есть некие сущности, люди, person. Например, в базе данных есть какая-нибудь таблица person. Там хранится множество строк, каждый из которых хранит информацию о человеке. Вот мы можем сделать наш сервис по адресу, допустим, mysite.local.slashperson, к примеру. И в зависимости от того, какую из четырех команд протокола HTTP мы применим, get, post, put или delete, то действие будет выполняться с сущностью или сущностями person в нашем сервисе. Вот такие сервисы называются RESTful сервисами. А такой программный интерфейс к этим сервисам называется REST API. REST – это аббревиатура, которая расшифровывается как Representation State Transfer, то есть передача состояния. Идея заключается именно в том, что в URL вы указываете идентификатор сущности, а команда, одна из четырех команд протокола HTTP указывает, а что же с этой сущностью на сервере-то надо сделать. Например, get, просто прочитать эту сущность, post добавить новую, put изменить, там delete удалить. Смысл всего этого в единообразности интерфейса. То есть гораздо проще писать клиентов. А фактически нам просто нужно знать адрес сервиса, этого RESTful сервиса, ну и структуру сущностей. А если речь, например, идет о динамических языках типа JavaScript, то он может запрашивать этот RESTful сервис, особенно это удобно, если RESTful сервис выдает данные в формате JSON, ведь формат JSON расшифровывается как JavaScript Object Notation. Это фактически объект JavaScript только в виде строки. С учетом того, что JavaScript сам по себе является динамическим языком, то мы можем просто делать запросы из JavaScript. В JavaScript есть такие возможности, там есть специальный объект, XML, HTTP, request, который умеет по протоколу HTTP делать запросы. И в JavaScript есть встроенные возможности, функции для сериализации, десериализации объектов JSON. То есть мы можем таким образом из JavaScript, например, делать запрос к нашему RESTful сервису и получать JavaScript-овый же объект. Это очень удобно, особенно если вы на клиентской стороне в JavaScript используете какой-нибудь там фреймворк, JavaScript-овый Angular, например. То есть вы эти объекты, десериализованные из JSON, можете подсовывать как источники данных для каких-то контролов, которые вы на стороне клиента сделаете. И получается очень-очень удобно. Вот что такое REST-API. Теперь несколько слов о Spring. Spring – это очень распространенный и известный фреймворк для Java. Что такое вообще фреймворк? Давайте поясню вот это слово. Фреймворк по-английски, если переводить на русский, означает каркас. Чем фреймворк отличается от библиотеки? Потому что на первый взгляд фреймворк – это тоже набор каких-то библиотек. Но есть принципиальные отличия. Просто библиотека – это набор функций, которые используются в вашей программе. Ну вот, например, штатные библиотеки, идущие в составе JRE, Java Runtime Environment. А вот обычные пакеты, там Java Lang, Java Util и так далее. Это просто наборы классов, которые вы можете задействовать в вашей программе так, как считаете нужным. Ну, например, в Java Util есть класс Random. Пожалуйста, он генерирует случайные числа. Вот там, где вам нужно генерировать случайные числа, вы его используете так, как вы считаете нужным. Библиотеки, как таковые, не задают структуру или архитектуру вашего приложения. Вы сами решаете, по какой архитектуре вы построите ваше приложение. Просто в рамках этой архитектуры вы можете пользоваться функциями библиотек. В случае же фреймворка, фреймворк – это такое более абстрактное понятие. Почему? Фреймворк подталкивает вас, а иногда и просто жестко задает, архитектуру вашего приложения. То есть не вы используете библиотеки в вашем приложении, а вы как бы пишете отдельные функции, которые подключаются к этому фреймворку. То есть фреймворк задает каркас, потому он и называется фреймворком, каркас. Он задает каркас, на который вы навешиваете ваши функции. И в результате получается конечная программа. То есть это как библиотека наоборот. Кто-то за вас уже написал каркас приложения, а вы лишь его дополняете нужным функционалом. Ну, вы сейчас это увидите даже на примере простейшего Spring приложения. То есть когда вы пишете просто приложение на Java, вы сами решаете, у вас есть точка входа main, и вы сами решаете, что там нужно дальше делать, как с пользователем общаться и так далее. В случае же Spring ничего подобного. Вы делаете отдельные части, то есть отдельные классы, определенным образом оформленные, размечаете их с помощью аннотаций, и они будут задействованы Spring тогда, когда он посчитает нужным. Потому я и говорю, что фреймворки – это своего рода библиотеки наоборот. Но вообще Spring содержит много компонентов. И работа с базами данных, вот Spring GDBC, поддержка транзакций, работа с объектно-реаляционными отображениями, ОРМ, так называемый, там, гиберней, GPA. Много чего еще, допустим, там, создание веб-приложений с использованием MVC, и так далее. Есть ядро Spring, которое как раз обеспечивает подключение ваших функций, ну, точнее, ваших классов к Spring. в Spring GDBC. Обычно в фреймворке для таких подключений используют различные шаблоны объектно-ориентированного программирования. Ну, например, часто использование имеет шаблон Inversion of Control. Вот в Spring он тоже используется как раз вот здесь, вот в ядре. То есть ядро фактически содержит контейнер Inversion of Control, и вы туда подключаете ваши компоненты. В том числе в Spring поскольку есть компоненты для создания веб-приложений с использованием MVC, там можно создать так называемые контроллеры, которые будут реагировать как раз на вызовы сервиса по протоколу HTTP. Ответственно, мы можем создать такой контроллер, сделать там несколько методов в зависимости от того на какие команды протокола HTTP мы хотим реагировать, там get, post, put, delete, и в них реализовать нужные нам части. Причем инфраструктура Spring во-первых изолирует нашу программу от необходимости непосредственно разбора там HTTP-шного запроса, там есть встроенный Tomcat сервер, например, можно задействовать. Раз. Также среди компонент можно использовать JSON-овский сериализатор. То есть нам не нужно это все писать вручную. Фактически нам просто нужно реализовать сервис как набор методов и правильно его сконфигурировать, чтобы он хорошо подключился к Spring. Но забегая вперед скажу, что раньше, допустим, конфигурирование подобных вещей осуществлялось с использованием XML-файлов, сейчас предпочитает использовать аннотации Java. Если кто не знает, что такое аннотации Java, поясню. Это конструкция, начинающаяся с собачки, это своего рода ярлыки, которые можно навешивать на классы, на методы. Вы сейчас это увидите. Как раз с помощью аннотации Java, мы, размечая наши классы этими аннотациями, указываем Spring-у, когда, какие классы и какие методы задействовать. Обратите внимание, не мы сами вызываем эти методы, Spring их вызывает, а мы лишь ему говорим, подсказываем, что вот этот метод предназначен для обработки запросов по протоколу HTTP методом GET и так далее. Spring их вызывает, потому это и называется фреймворком, что библиотека наоборот. Ну вот, давайте попробуем сейчас это реализовать. Еще раз повторюсь, в принципе, для реализации RESTful сервиса с использованием Spring-а, нам нужно будет написать только так называемый контроллер. Контроллер и правильно его подключить, потому что все остальные части, которые от клиента получают HTTP-шный запрос, там его разбирают, они в Spring-е так или иначе уже есть, равно как и стерилизация ответа. Вот эту компоненту контроллер нам надо реализовать. Еще одно замечание, поскольку Spring достаточно большой, он построен по модульной схеме, то есть это не какая-то монолитная такая библиотека, а модульная архитектура, и мы можем подключать тот или иной функционал, загружая те или иные соответственно компоненты. Поэтому, причем компоненты могут быть зависимыми друг от друга. Обычно для создания проектов и для их компиляции на Java, когда у нас есть много зависимых компонент, используются различные системы билда. Из популярных это Maven. Maven мы здесь и используем. Ну, а в качестве 3D-разработки я использую Eclipse. В Eclipse есть возможность работы с Maven проектами. Можно, конечно, правда, вручную создать Maven проект и подключать к нему репозитории для загрузки компонент Spring, но удобнее будет к Eclipse поставить небольшое дополнение, так называемое Spring ID или Spring Tools, которое просто упрощает создание проекта. Сейчас я покажу, как это делается. Какая у нас будет задача? Задача следующая. Допустим, у нас на сервере есть информация о людях, мы хотим хранить информацию о людях в виде имя человека, возраст человека. И пусть имя у нас будет ключом. И мы хотим в JSON-овском формате, во-первых, иметь возможность получать по имени объект, имя и возраст, то есть сущность, сущность, ну и дополнительно можно еще добавить возможность обновления этой информации или добавления новой информации. Вот как раз командный GET мы будем получать информацию о человеке по имени А, командный POST, протокол HTTP, будем ее обновлять. Так, ну что, давайте посмотрим, как это все можно сделать. Итак, вот у меня Eclipse, это практически чистый Eclipse, единственное, что было дополнительно поставлено, это Spring давайте покажу, как оно ставится, я его уже поставил, чтобы времени терять, но тем не менее. Значит, надо зайти в Marketplace Eclipse, сейчас он у нас загрузится, это делается через главное меню, Help, Eclipse, Marketplace, вот, подождать, пока все загрузится, ну и здесь можно, например, вот так вот, по такому ключевому слову STS найти, вот он, Spring Tools, Вот он у меня уже установлен, кто захочет, может его поставить самостоятельно. Когда вы его поставите, когда вы его поставите у вас, среди списка шаблонов проектов появится вот такая новая группа, вот она, Spring, давайте вот здесь покажу, File, New, Aze, и вот здесь ищем Spring, Spring Boot, это такой легковесный более вариант, вот, и здесь можно выбрать Spring Starter Project, можно, конечно, руками это все было делать, там, сделать Maven проект и к нему там еще подключать, конфигурировать его, здесь просто будет быстрее. Выбираем Spring Starter Project, значит, здесь мы указываем тип сборчика, Maven или Gradle можно использовать, тоже популярная штука, имя нашего проекта, ну пусть будет демо, пусть будет демо, группа в Maven, ну это фактически наше обратное DNS имя, вот, пакет, ну пусть будет RU специалист демо, ну и общее описание, демо проект для REST сервиса Spring, остальные настройки здесь нас сейчас особо не интересуют, нажмем Next, пока ничего подключать не будем, никакие дополнительные зависимости, я это сделаю после создания проекта, нажимаем Next, финиш, надо немножко подождать, сейчас у нас будет создан Maven проект и он будет сконфигурирован, давайте посмотрим, что здесь получилось, вот наш проект, ну в папочке SRC, как обычно у нас исходный код, здесь сразу, поскольку речь идет о Spring проекте, была создана заготовка, о ней чуть позже, видите, вот здесь файл, demo application Java, о нем чуть позже, мы видим, что подключены две библиотеки, ну естественно, JRE System Library, я здесь восьмой версией воспользовался, и в зависимости самого Maven, вот они, вот эти два файла, это команды Maven, вот, и вот этот важный файл com.xml, это конфигурационный файл Maven по умолчанию, вот его-то мы сейчас и отредактируем, он XML, с него я и начну, давайте я его открою, здесь идет описание нашей компоненты, нашей компоненты, и тех зависимостей, которые нам требуются, вот здесь нам нужно кое-что подправить, к счастью, в Eclipse, после того, как вы поставили вот эти Spring Tools, есть, можно, конечно, вручную XML править, но есть встроенный редактор, который позволяет в визуальном виде с этим XML-ником работать, вот на закладочке Dependences здесь можно указать зависимые компоненты, вернее, компоненты, от которых будет зависеть наше приложение, здесь нам нужно сделать вот что, ну, Boot Starter Test нам не нужен, по большому счету, но я его оставлю, а вот этот Spring Boot Starter нам надо убрать, а вместо него добавить Spring Boot Boot Starter Web, а у нас же фактически RESTful Service это веб-серверс, соответственно, для него контейнером будет веб-сервер Tomcat, там embedded Tomcat, и, соответственно, по-другому наше приложение должно запускаться, поэтому вот эту зависимость я уберу, remove, и добавлю новую, добавлю новую, она у нас берется, вот группа ID, это фактически обратное DNS имя, вот он Spring Framework Boot, а артефакт ID, это как бы ID-шник той фичи, которая нам нужна, вот Spring Boot Starter Web, а не просто Boot Starter, а именно веб, нажимаем ОК, вот он здесь появился, вот, и еще одна компонента нам понадобится, поскольку у нас сериализация будет в JSON, нам нужен вот этот самый сериализатор, группа ID здесь com, jway.json.pass и артефакт ID json.pass добавили, сохранили этот файл, но если мы посмотрим в исходнике, то у нас просто в депенденции соответствующие элементы появились, мы конечно могли вручную это сделать, но как сделали, так сделали, так, теперь давайте подумаем непосредственно о нашем приложении, мы с вами говорим, что мы хотим выдавать информацию о людях, значит у нас должна появиться такая модель, назовем ее Person, в которой, которая структурирует нашу информацию, давайте, я не буду сейчас отдельные пакеты создавать, я прямо здесь сделаю класс, который будет называться Person, фактически этот класс структурирует наши данные, здесь будет два приватных поля, два проперти сейчас сделаем, string name и intage, вот так, для того, чтобы с ними работать, я, во-первых, сгенерирую конструктор и сгенерирую getter setter, они нам пригодятся, вот они getter setter, все, то есть этот класс это всего лишь структура наших будущих данных, он описывает структуру наших будущих данных, если бы мы работали с реальной базой данных, то у нас, наверное, был бы некий класс репозиторий, который предоставляет доступ к этим данным, кстати, вообще-то в том же спринге есть отдельная возможность создавать RESTful сервисы сразу для репозитория, но мы ей сейчас пользоваться не будем, тем более, что баз данных у нас тоже нету, я сымитирую такой репозиторий, создав его вручную, база данных у меня тоже будет фейковая, просто в памяти, набросаю прямо здесь такой класс репозиторий, репозиторий, задача которого фактически выдавать вот эти объекты перса, поскольку реальной базы у меня нету, давайте я сделаю здесь просто статическую такую хешмэп коллекцию, которая будет по имени человека хранить объект, содержащий информацию о нем, вот такая, с ассоциативными коллекциями знакомы, назовем ее persons, пусть это будет хэштейбл, хэштейбл позволит решить нам проблемы потока безопасности, хэштейбл у нас по умолчанию, thread safe, в отличие от хэшмэпа, кстати. Забудем все это импортировать, это все штатные коллекции с java.util, давайте в статическом блоке инициализации я чем-нибудь эту коллекцию заполню, несколько данных туда положу, чтобы у нас было с чем работать, так, persons.put, конечно, метод будет называться, и здесь, соответственно, объекта new, person, имя человека, и возраст человека, вот так, давайте туда еще несколько объектов положу, раз, два, три, например, вот так, все, у нас будут такие данные, и сделаем два метода в репозитории, один метод будет, например, возвращать объект person по имени, то есть по ключу, поиск по ключу, мы договорились, что ключом у нас является имя, string name, как он будет реализован, раз у нас есть хешированная хешмэп коллекция, просто по ней persons.get и это имя, мы никак сейчас не будем обрабатывать ситуацию, когда мы не нашли объект, он нам null просто вернет и все, вернет и вернет, может быть, в контроллере мы потом эту ситуацию обработаем, можем еще один метод сделать, который просто добавляет новый объект person. Если мы, допустим, командой протокола post или put захотим новую сущность добавить, persons.put эта же команда позволит и изменить существующий объект, сохранив его новый вариант в памяти, в качестве ключа используем имя, get name, но в качестве объекта сам объект, естественно, и return p, чтобы можно с ним было потом работать. Вот такой репозиторий мы сделали, то есть мы сделали модель, мы сделали репозиторий, который выдает эти модели. Далее, вот теперь самое интересное, нам надо реализовать контроллер, который и будет реагировать на команду протокола http. Кстати, обратите внимание, как осуществляется запуск приложения. Смотрите, у нас как обычной точкой входа является main, но мы сами не пытаемся как-то там контроллер создать, инициализировать, нет. Мы запускаем Spring, мы ему указываем класс нашего приложения, вот этот класс, обратите внимание, этот класс помечен аннотацией Spring Boot Application, все остальное будет делать Spring. Наша задача просто создать сейчас класс контроллера, разметив его нужными аннотациями. Фреймворк Spring сам найдет его и сам задействует класс контроллера тогда, когда посчитает нужным. А он посчитает это нужным в зависимости от тех аннотаций, которые мы на него навесим. Давайте такой контроллер я сделаю. Создам новый класс. Назову его, например, PersonController. PersonController, вот он. И вот здесь сразу, сразу на этот класс я навешиваю такую аннотацию RESTController, то есть контроллер, который будет использован для RESTful сервиса. его надо не забыть импортировать вот из Frame. Теперь мы можем внутри этого контроллера сделать метод. Это будет метод нашего сервиса. Например, метод, который возвращает Person по имени. Назвать его можно как угодно, кстати, вот здесь как метод Java, getPersonPerson, это не важно. Важно, что адрес URL, по которому он будет доступен, будет задаваться вот такой аннотацией requestMapping. И здесь в качестве параметра этой аннотации идет адрес, по которому должен прийти запрос, чтобы этот метод запустился. по умолчанию requestMapping реагирует на любые команды протокола HTTP, get, post, put, delete. Пока так, потом переделаем. Не забудем тоже импортировать из Spring этот класс. но у нас у этого метода, который мы будем вызывать удаленно, должны быть параметры. Имя, то есть ключ. То есть мы по идее сделаем здесь параметр типа string name. Но для того, чтобы связать параметр этого метода с параметром запроса, на вот этот параметр тоже можно навесить аннотацию. она называется request param, request param, которую тоже надо не забыть импортировать из Spring у нее есть параметр, это имя. Оно, конечно, может совпадать с этим именем параметра, а может и не совпадать. Здесь важно, важно, что у нас в параметрах HTTP запроса, то, что идет, например, после знака вопроса, должен быть параметр name, и его значение будет отображаться вот на этот параметр метода. Но остается только реализовать этот метод. Как мы его реализуем? Наверное, мы в контроллере сохраним экземпляр репозитория где-нибудь один. И нам останется только, используя методы репозитория, найти персона по имени, как он у нас там назывался, person by name. мы здесь опять же не делаем никаких проверок, там, на нал и прочее, нашли, нашли, все замечательно. Сделали такой контроллер. В принципе, все. Теперь можно попробовать запустить все это дело. У нас, поскольку у нас подключена там компонента bootweb, у нас запустится embedded версия томкета, она по умолчанию будет висеть на порте 8080, то есть адрес приложения будет localhost 28080. А поскольку вот этот метод, у него отображение идет на адрес person, то, соответственно, адрес, по которому мы должны осуществлять запрос, будет localhost 28080 slash person. А дальше будут идти еще параметры. Кстати, забыл сказать, у request-param тут можно еще кое-что указать. Например, можно указать default value значение по умолчанию. Можно указать вот такой параметр required, что он является обязательным. Можем поэкспериментировать потом. Давайте пока default value допустим укажем. Пустая строка пусть будет. Потом поэкспериментируем. Так, ну, вроде бы все. Давайте попробуем это запустить. Вот наше приложение. Нажимаем ctrl-f11. Значит, оно запускается как Spring приложение. Если вас спрашивает он там, то надо выбрать Spring Boot. Spring Boot. И, по идее, он должен работать. Вот обратите внимание здесь в конце строчки, что у нас стартовал Tomcat на вот таком портале. Откроем браузер. Браузер. И попробуем внести вот такой адрес. localhost 8080 slash person знак вопроса name равно костя. Мы там костю добавили же. Давайте посмотрим, что он нам выдаст. Он в джейсоновской нотации выдал нам этот объект person. Имя, возраст. В принципе, мы могли бы такой же запрос сделать из JavaScript и получить такой же результат. Давайте поэкспериментируем. Кто у нас там еще был? Сергей, да? Работает? Работает. Кого еще добавим? Саша, да? Если, например, здесь будет имя, которого у нас нету, видите, нам пустоту вернули. Но у нас просто это никак специально сейчас не обрабатывается, поэтому нам просто метод person возвращает null, ну вот мы результаты видим. Равно как и если этого параметра нет вообще. А он тоже считает его пустым. можно попробовать что сделать. Не указывать default value, а, например, указать, что это обязательный параметр. Вот так вот. Required true. давайте сейчас попробуем. Все это перезапустим. Что он сделает, если параметра нет вообще? Он у нас, похоже, не перезапустился. Вообще, если мы обратимся не по тому адресу, вот здесь я без slash person набрал, вот видео нам вот такую ошибку 404 выдает. Так, ну давайте попробуем тут его еще раз перезапустить. может, это ему поможет. Так, загрузил. вроде нормально перезапустился. Да, вот видите, теперь при обращении по адресу slash person без имени тоже выдается, естественно, ошибка. то есть мы поставили required для этого параметра, а с именем все работает. Все хорошо. Вот мы с вами сделали простейший REST-сервис, правда, пока только для получения данных. По-хорошему, мы должны еще реализовать добавление новых данных, удаление и обновление существующего. Ну давайте, если хотите, реализуем добавление и обновление данных. Сделаем. Тут на самом деле немного, мы почти все уже сделали. Смотрите, наш репозиторий, он уже поддерживает, поддерживает и обновление и добавление данных. Вот метод от person у нас присутствует. Нам нужно в контроллере добавить еще один метод, который будет, соответственно, обновлять информацию о человеке или добавлять новую, назовем его person update. но здесь важный момент. А как мы будем различать вот эти методы, которые вызываются для получения данных и для обновления данных? Как я и говорил, в случае RESTful сервисов для этого используются команды протокола http. Вот сейчас у нас этот request mapping, он срабатывает для любых команд протокола http. Чтобы, например, вот этот метод person срабатывал только для по команде get, можно либо request mapping указать вот здесь метод равно параметр метод равно get, либо есть другая аннотация, которая фактически эквивалентна request mapping только для конкретной команды протокола http. Там get, post, put и так далее. Они так и называются, например, get mapping. И здесь мы указываем тот же mapping. Но теперь все это будет работать только при вызове команды get. Не забудем его тоже импортировать. Этот request mapping нам не нужен сейчас. А мы сделаем сейчас второй метод. который будет называться person update. У него будет параметр имя и возраст string name запятая int age. Вот так вот. Задача которого обновить или добавить новый объект. А вот вызываться он будет, например, методом post. То есть на него я навешиваю вот такую аннотацию post mapping. Адрес, обратите внимание, будет тот же самый. Но spring будет различать какой из методов вызывать в зависимости от команды протокола http get или post. Вот на эти параметры тоже неплохо бы навесить аннотации request param. request param. Значит здесь у нас будет value равно name. пусть они тоже будут обязательны на самом деле required равно true и для второго то же самое сделаю, только здесь параметр будет называться name. О, h, конечно. Вот так. Теперь остается реализовать этот метод. как я его реализую? Я попробую найти объект с таким именем, то есть по такому ключу. Напомню, что ключом у нас является имя. Так вот, я попробую его сначала найти. rep.personbyname, то есть ищем по ключу. Если я его нашел, то есть мне вернулся не нал, то я просто выставляю возраст. То есть я не создаю новый объект, я меняю. Хотя по-хорошему это надо разделять. Этот должен скорее делать метод put, а post он добавляет новые, но я их совместил. p.setH, который мне передали возраст. Ну и возвращаю return в сам объект p.work. Это чтобы мы увидели обновленный объект. Ну а иначе если мы не нашли персона с таким именем, то мы его создаем. Мы вызываем метод addPerson, передаем новый объект new person, вот здесь мы его создаем, указываем в качестве параметров конструктора имя и возраст, передаем это репозиторию, репозиторий добавит, метод репозитория добавит его в нашу хешированную, в нашу ассоциативную коллекцию, мэп коллекцию, ну и его же вернет, возвращает и мы его же из контроллера тоже вернем. Это просто для того, чтобы мы увидели, что да, он добавится. Сделали. Но тут возникает вопрос, а как мы будем делать запросы методом post, потому что обычно делает запросы методом get. Самый простой вариант сейчас сделать какую-нибудь html страничку, где будет форма с именем и возрастом и указать там метод post. Давайте я это сделаю. Смотрите. я создам новый файл html, просто html файл. Назову его person edit. Так, ну, только давайте в корне его здесь сделаю. Проще будет. он у нас даже сейчас не под управлением веб-сервера будет размещаться. Нам нужно просто, чтобы браузер сделал запрос нужной команды протокола http. Ну, пусть будет 5-й html. И вот здесь, вот здесь, сейчас мы что-нибудь набросаем здесь. Здесь мы набросаем код формы. Так, код формы. Давайте заголовочек какой-нибудь сделаю, h1. Здесь напишем person. и здесь будет форма. Вот, вот у формы надо указать два атрибута. Action. Это адрес, куда будет осуществляться запрос. у нас у нас какой адрес localhost 2 двоеточие 8080 и slash person. Вот такой. А вот метод мы укажем какой? пост. То есть мы гетом как и раньше будем получать, а постом обновлять. Постом обновлять. Так, ну, что здесь будет? Допустим, я верстку какую-то сложную делать не буду, конечно. Здесь будет label, здесь будет написано, допустим, name двоеточие. Это не name двоеточие. input с типом текст и именем name. Вот, для того, чтобы он автоматом передался как параметр name. Давайте сделаем здесь перенос строки еще. И второй label. Там будет возраст у нас h. Ну, пусть это будет даже тип number а имя h. И в конце надо сделать кнопку submit от она-то, нажатие на нее и сделать запрос по этому адресу методом post. Input type submit. Вот так. Такую формочку сделали. давайте попробуем ее сейчас открыть. Просто в браузере. Так, open with web browser. Вот так она выглядит. И попробуем сюда что-нибудь внести. Сергей, допустим, там было у нас 35, пусть будет 40 теперь. Вот обратите внимание, он нам в качестве ответа прислал JSON. Это значит, что он внес изменения. Можем его открыть. И там должен быть новый объект. Вот он, видите, новый объект Сергей. А хотя нет, старый остался почему-то. Интересно, почему остался старый. Наверное, мы где-нибудь нашли. Она нашла его по имени. Мы же с ATH вызвали вроде бы. давайте посмотрим, что у нас вообще правильно здесь устроен. Ну, вроде правильно. Сейчас еще раз попробуем. Надо, наверное, нам перезапустить. Все. Так, сейчас еще раз проверим. Так. Ну, вот все получилось. Мы перезапустили наше приложение. Вот он после запроса методом post внес изменения. И мы можем в этом еще раз убедиться. Если мы делаем просто в отдельном браузере запрос уже методом get, давайте control F5 тут нажму, видите, он возвращает новую информацию Сергею. Вот наш RESTful сервис теперь позволяет не только запрашивать данные, но и обновлять эти данные методом post. Давайте попробуем кого-нибудь добавить. У нас там и добавление даже предусмотрено. У нас там не было Андрея. Давайте добавим Андрей. Ну, например, возраст 26. Делаем подачу запроса. Опять нам возвращается JSON. Что нам вернется? Новый объект Андрей 26. И он теперь в той коллекции присутствует. То есть, если мы сейчас делаем запрос методом get с ключом Андрей, то мы информацию о нем и увидим. В реальности у нас сейчас как бы база данных просто в памяти. А по факту она могла быть как реальная база данных на искусстве сервера и так далее. Вот мы с вами реализовали такой простейший RESTful сервис. Еще раз обратите внимание, здесь Spring он обеспечивает всю инфраструктуру для обработки таких запросов к REST-API. Наша задача фактически сводилась только к написанию контроллера и разметке этого контроллера нужными аннотациями. Все остальное, модель Person, репозитория, наша бизнес-логика, она со Spring никак не связана. Вопросы есть какие-нибудь? Да, конечно. А если бы мы не поставили обновление, оно бы не проимпортировало эти цели? Не поставили какое обновление? Ну, в смысле обновление STS. Тогда нам вручную пришлось бы Maven проект создавать и подключать Spring. Да, не было бы этого шаблона. То есть вот у нас после того, как мы Spring Tools поставили, ну, это просто проще и быстрее, да, можно то же самое руками сделать. У нас появился вот такой шаблон Spring Starter Project, вот и все. Он нам сразу создал нужный проект. Да, это еще Spring Boot такой. Да, да, Spring Boot да. Ну, это пока самый простой вариант, чтобы тут не усложнять. Так, ну что, на этом тогда закончим. Закончим. Давайте сейчас выложу вам эти примеры, сможете их соответственно забрать. Вот, посмотрите, ссылка, только будете набирать, набирайте в том же регистре, который здесь указан. на. Вот, там файлик spring-rest-service demo.zip, но он автоматически начнет загружаться и сможете его забрать. Вот, тогда на этом все. Всем спасибо, кто слушал, кто у нас удаленно тоже слушал. Субтитры сделал DimaTorzok